Итак, сегодня про Istio расскажу, что такое Istio, потом немного расскажу про различия между микросервисами и монолитной архитектурой Istio в кубернет-кластере. И примеры будут с трафик менеджментом, контент с бейс-роутингом, я покажу демо, как устанавливать, как начать работать в принципе с Istio и запустить первые сервисы в них. Начну, что Istio это платформа для подключения, управления и секьюрности микросервисов, которая предоставляет возможность создавать и внедрять в сеть сервисов онтификацию, таких как сервис-сервис и сервис-пользователь, позволяет управлять трафиком к микросервисам и, соответственно, между ними. Также подключать мониторинг, трейсинг, логирование без изменения кода самого сервиса. То есть для самого сервиса Istio и компонент, который является прокси, является транспарант для приложения, для сервиса. Про микросервисы, различия между монолитной и микросервисами, архитектурой заключается в том, что приложение на микросервисах строится как набор небольших сервисов, каждый из которых работает в собственном процессе и коммуницирует между собой и с остальными сервисами, используя API, то есть HTTP протокол. А в монолитной архитектуре вся логика обработки запроса выполняется в единственном процессе. То есть микросервисы – это как бы разбиение большого кода на маленькие функции, которые могут друг с другом общаться. Немного про компоненты Istio. Логически они состоят из Data Plane, что это включает набор прокси-сервисов, которые подключаются как сайткары, то есть дополнительные контейнеры в под к основному сервису и контролируют взаимодействие между этими микросервисами, между инвоями, между прокси. И Control Plane, который отвечает за конфигурацию и управление прокси, за маршрутизацию трафика, настройку, мониторинг и за всякие штуки, которые умеет Istio. Тут в Control Plane выделяют пилот, это куда пользователь вводит команды. Эти команды составляются из YAML файла, которые в дальнейшем передаются и конфигурируются прокси-сервисы, которые находятся непосредственно сайткарами в контейнерах рядом с сервисами. Немного про Istio в Kubernetes Cluster, если оно было разработано специально для этого, но потом, я думаю, на другие платформы тоже перейдет. Ставится как Istio в отдельный Namespace. Дальше прокси можно заинжектить автоматически и можно заинжектить вручную на сервисы. То есть, если есть какой-то сервис, тут представленный Data Plane, сервис, который покажу демо с ним сегодня. Каждый под, это вот синенький такой квадратик, это под. Это единица для управления и запуска приложений в Kubernetes. То есть, в этих подах находятся контейнеры. А Istio инжектит свой прокси-енвой, скажем, на границу этого, и посредством они соединяются. То есть, каждый инвой. Чем тут еще хорошо, что можно в микросервисах писать функции на разных языках, программирование. То есть, если кто-то знает один язык, другая команда пишет на другом, можно это потом соединять и не надо привязываться к одному какому-то конкретному. И вот немного про трафик менеджмент, как он происходит в самом Kubernetes. Трафик на сервисы, если есть какой-то сервис, он будет раундробингом идти, если несколько подов с одинаковым сервисом подняты, то он будет мониторить, поднять, что каждый под поднят и сервис на нем запущен. И раундробингом будет раскидывать пользователей по этим сервисам при обращении. Если внедряем Istio, например, в Canary Deployment, Canary Тестирование, когда внедряем, например, вторую версию сервиса, здесь показано, который под четвертый, мы можем Istio конфигурить трафик, роутинг с помощью envoy-прокси, с помощью самого Istio, который делает, отвечает за это. Тут показано распределение трафика в процентном соотношении, то есть 95% пойдет на сервис, скажем, сервис первой версии, и остальное все пойдет 5% на сервис второй версии. Это можно разграничивать как по пользователям, можно, дальше вот покажу, даже ниже рисунок, можно разграничивать по приложениям, если пользователь обращается к сервису, например, с Android приложения, или с веб-браузера, или с iPhone, можно в каждом конкретном случае можно отдавать ему тот или иной версию сервиса. Да, вот так вот. Content-Base Routing основан, представлен на контенте, ну, если пользователь обращается, передает на вход envoy-куки, и в куки в этом указано, например, его имя, то можно по имени отправлять его на какой-то конкретный тоже сервис или отдавать контент, который этому соответствует. Ну, например, проплаченный и не проплаченный аккаунт. Вот заходишь в проплаченный, например, аккаунт, набираешь свое имя, имя, логин, и тебе отдается там больший контент, который в неоплаченном аккаунте, на который идут все остальные пользователи. Сейчас детально покажу, как это выглядит в работе, в процессе. Здесь приложение отдает, есть фронтенд, то есть, типа, веб какой-то сайт, который информацию собирает с одного сервиса, но с разными версиями. Разные версии, тут показаны первая версия без звездочек, вторая со звездочками, и третья с красными звездочками. И сейчас вот покажу, как при обращении будет меняться. Тут вся штука. Сейчас начну я с мини-кьюба, как вообще это все поставить и быстро задеплоить. Секунду. Так устанавливается мини-кьюб, это тот же самый кластер, только с одной нодой, которая эмулирует кластер кубернетиса. Достаточно просто установить. Это виртуальная машина, которая все ставит, все компоненты кластера, устанавливается в виртуальной среде. Можно также докер использовать. Я использую последнее время докер, так как он быстрее там все поднимается. Так, сейчас вот все поставилось, и сейчас графический интерфейс. Можно посмотреть, как это выглядит графически. Также интуитивно можно достаточно понятно. То есть, поды, и джобы, и контроллеры. Вот так вот выглядит. Это все. Теперь поставить истио. Истио тоже ставится довольно просто. Скачиваются загрузочные файлы из GitHub и устанавливают установочный файл. Истио еще седьмой версии. Сейчас я видел, уже есть восьмой. В процессе установки это особо не влияет. Скачиваются файлы, YAML файлы, простой командой kubectl apply мы устанавливаем в namespace истио и все его компоненты. Все достаточно просто. Вот сейчас на графической мы видим, появился новый namespace и поднимаются компоненты истио, который пайлот, который отвечает за конфигурацию, принимает YAML файлы от пользователя и в дальнейшем передает их envoy так же и маршрутизация, скажем, между ними. Истио-миксер, который отвечает за логирование, не за логирование, туда можно привязывать, подключать к нему всякие тулы, как мониторинг, графическую штуку, потом трейсинг, трейсинг это между, как микросервисы, за сколько времени между собой взаимодействуют и искать потом на основании этого добавлять, например, еще один сервис какой-то или заскейлить этот сервис, потому что обращение не вытягивает такое количество запросов. так и дальше вот это истио само вот тут на этом спейсе поднимаются поды, в подах контейнеры. Истио-ингресс служит для обращения для обращения извне к кластеру, к сервисам, как API-GTV тоже используется. Можно все посмотреть и через командную строку, так и в графическом интерфейсе, так и через командную строку. Вот видим, что контейнеры поднимаются, потом запускаются. истио-ингресс установлено, можно переходить к установке самого приложения. Приложение устанавливается тоже достаточно просто, но тут все очень просто устанавливается, если понимать. скачивается вот такой YAML-файл, который тоже отправляется в кубернетис у команды kubectl, которая после этого устанавливает все компоненты этого приложения, устанавливает, скачивает контейнеры с докер-хаба и устанавливает их в кубернетис, кубернетис как аркестратор. Вот здесь я в инжектил истио это вручную, также, как я уже упоминал, есть автоматический способ, там ставишь его на namespace, истио, и все поды, которые поднимаются в этом namespace, автоматически в них поднимается сайдкар контейнер, то есть с прокси. Здесь вот поднимается приложение и инжектится туда прокси в поды. Вот все быстро поднялось. Тут я выбирал просто дефолт gtw, чтобы можно было достучаться извне к графической к этого приложения. То есть надо gtw, который бы пробрасывал запросы в внутрь кластера. Вот он у меня локальный на мини-кюбе. к к рулому все подтянулось. Можем запустить теперь графическое такое UI. Сейчас оно еще поднимется через период какой-то. Вот поднялось и вот здесь мы видим звездочки, которые отвечают за версию этого сервиса. То есть нет звездочек. Первая версия, вторая версия, черные звездочки, третья версия красные звездочки. Ну вот если обновлять, оно раунд роббингом будет обращаться к первой версии приложения, потом ко второй версии приложения, потом к третьей. Так как это один единый сервис, будет работать так, без применения никаких правил. Можно поклацать видно, что раунд роббингом первая, вторая, третья. Первая версия, вторая, третья. Теперь будем применять правила истила и смотреть, как будет меняться ситуация. Ну вот мы видим, что так же все работает. Первая, вторая, третья версия. теперь применим правило, которое применим правило истио, которое будет ну, которое это все, что посылается, будет на первую версию, все запросы будут идти на первую версию, которые приходят. Это проверять не будем, неинтересно. сейчас ямл файл, а вот сейчас все запросы идут на первую версию, то есть первая версия это та, которая без звездочек, первая версия сервис. Мы вот заимплементили, что все запросы уходят только на первую с помощью истио. Ну и трафик менеджмент. все видим, чтобы не обновлялось, все идет на первую. Теперь удалим эти все правила и видим, что снова раунд дробингом раскидывает, выдает то первую, вторую, то ли третью версию. Теперь применим правило, которое будет сейчас 50% отправлять на на вторую версию или на третью. Сейчас, секунду. А на третью а 50% на третью и 50% на первую версию. Так он что-то немного после обновляется обновляется. Ну вот, да, то есть 50% запросов сейчас в данный момент уходит на первую версию и 50% на третью. Соответственно, вторая версия и подвес второй версии в данный момент не работают. Ну вот, мы видим, что только первая и третья рабочая. Вторая версия не работает. Теперь, ну вот, с yaml файла видно, это road rule, которые позволили сделать это. теперь удаляем это правило и следующее будет content-based routing. Сейчас смотрим, что все работает, появилась и вторая версия. Первая, вторая, третья заново начали работать. Сейчас content-based routing, то есть вот если юзер json будет заходить и логиниться под систему, ему будет выдаваться только вторая версия. Для него первое и третье будет недоступно. вот там все работает, логиним все под этим юзером, просто передается cookie как контент на запрос и ему выдается только первая версия, как было указано в road rule файле. Сейчас удаляем и видим, что дальше этот пользователь без применения правил может также ходить на первую, на вторую, третью раунд раунд. Так, ну в принципе на этом я бы закончил. Задавайте вопросы, если есть или появились. можно по кубернетису тоже не относится особо к теме. У меня есть вопрос, привет. А на сколько великий overhead по ресурсам виходит, если использовать ист? Там же до каждого пода еще несколько контейнеров и нет контейнеров. насколько гирше стоит в плане перфоманса? Ну так как он транспарент, особо на перфоманс это не влияет. Ну он устанавливается как бы сайткара и скажем не влияет на перфоманс никак. Окей, дякую. Это просто правило. Как работает в кластере приложение, так оно и будет работать вместе с Istio и с правилами маршрутизации и тому подобного. Дякую. Продолжение следует...